Здравствуйте! С вами Марина Романюк, программа «Неделя города». Вспомним о важных событиях минувших дней. Смотрите в выпуске. Огни большого города на Восточное окружное включили новую линию освещения. Раздражающий очаг. 200 парашютистов продолжают тушить лесной пожар у деревни Култуги. Особая тональность колокола. На фестивале «Рязанские перезвоны» ритм задавал 6-летний Егор Чухлев. На Восточной окружной дороге наконец-то стало светло. Здесь включили 87 уличных фонарей. Линию освещения уже взяла на свой баланс дирекция благоустройства города. Первый пуск представители городской администрации сделали в День знаний. На то, что Восточная окружная погружена во тьму, рязанцы сетовали еще в прошлом году. Городские власти жалобы услышали и заключили контракт на установку наружного освещения. Его начальная цена была около 29 миллионов рублей. В этом году обращения к властям тоже были. И вот что написала глава администрации Рязани Елена Сорокина на своей страничке в соцсети. Работы по устройству наружного освещения на Восточной окружной автодороге были проведены в рамках комплексного ремонта этого участка в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Приемка с участием представителей администрации города, депутатов и общественности проведена 30 мая. Сразу после этого начали оформление и передача новопостроенной линии освещения на баланс дирекции благоустройства города. Сейчас специалисты ДБГ подали заявку на тех присоединение этого участка освещения к городским сетям. К первому сентября все согласования были получены. Почти три километра наружного освещения официально присоединили к городским сетям. И Восточная окружная вышла из сумрака. Освещение здесь начали строить еще в прошлом году. В этом году продолжили. За это время было установлено порядка 87 опор. Установлено 162 светильника. В работу проводились в соответствии с проектной документацией. На данный момент были оформлены документы по передаче сетей на баланс дирекции благоустройства города. И на данный момент все эти включены. И теперь работы будут ежедневно в постоянном режиме. До сегодняшнего дня света на Восточной окружной дороге не было никогда. И этот участок всегда считался одним из самых аварийных. Новая линия освещения теперь это должна исправить. Основная часть лесных пожаров в Рязанской области ликвидирована. Но один очаг по-прежнему портит нервы спасателям и сотрудникам авиалесоохраны. Межрегиональный отряд в 200 парашютистов-десантников продолжает работы по его тушению. Сегодня команды сосредоточены на северном и восточном направлениях. В том числе в районе деревни Култуки. Этот последний очаг лесного пожара всем уже изрядно поднадоел. Силы средств на него не жалеют, а он все равно упорствует. Огонь разгоняет сильный ветер. Эффективны попытки встречного отжига. За неделю отряд авиалесоохраны на всей территории России сократил площадь возгорания вдвое. Рязанская область эту статистику немного портит. Общая площадь лесных пожаров здесь увеличилась примерно на 800 гектаров. И составляет почти 25 тысяч га. У села Култуки борьба в самом разгаре. К сожалению, последние два дня держится устойчивый сильный ветер до 15-17 метров в секунду. Из-за этого полностью локализовать и ликвидировать этот очаг пока не удается. Тем не менее, населенные пункты находятся в безопасности. В частности, деревня Култуки, около которой и сохранился последний очаг, сейчас в полной безопасности. Продолжается плановая работа. Сегодня координацию в зоне возгорания пожарные проводят при помощи беспилотников. Куда идет фронт пожара, сколько и в какое место нужно направить сил, все это решают прямо на месте. Парашютистов-десантников в этом районе уже около двух сотен. Для скорости их переброски с одного участка на другой задействованы вертолеты Ми-8. Сейчас лесной спецназ проводит точечное дотушивание. Высокая температура, ветер. Как с водой? Воду подвозят. Ми-26 работал, восьмерка работала. С ВСУ здорово помогает. С маневрами и работа с ВСУ – это помощь хорошая. ВСУ – это водосливное устройство, а не то, что вы могли подумать. Авиалесоохрана действительно царица пожаротушения. Только в Рязанской области самолетами и вертолетами на бушующее пламя уже сбросили около 25 тысяч тонн воды, а это больше трех тысяч вылетов. Надо просто еще немного подождать. Сегодня на территории Рязанской области всего один действующий очаг у деревни Култуки. Но режим ЧАЭС пока не снимаем, заявил на правительстве временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Он также провел разбор полетов по странному изображению российского флага в лесопарке и по ремонту на Северной окружной. Только федеральные чиновники отчитались о ликвидации лесных пожаров в Рязанской области, как вспыхнуло снова. На этот раз в Клепиковском районе у деревни Култуки. Горело сильно даже по верхам, но сегодня все уже вроде как под контролем. В общем, отчет стихия, конечно, смазала. К сожалению, вот ночью еще и небольшой дождь прошел, он пожар-то совершенно не потушил, а вот отжигу помешал. Отжиг идет сейчас, но опять в ближайшие часы синоптики нам прогнозируют серьезное усиление ветра, поэтому сейчас все силы в полной боевой готовности. Остался вот один единственный этот сложный очаг. Там сейчас на нем более 120 профессиональных пожарных, более 20 единиц техники, в том числе и тяжелые. Поэтому работа идет, ждем. А вот с еще одним потенциальным очагом, скандальным, Павел Молков ждать не стал. Речь о размещении в лесопарке баннеров ко дню флага России. То ли по глупости, то ли намеренно цвета триколора были перепутаны, и на плакате получилось изображение флага Сербии. Павел Молков назвал это безответственным ЧП. Мы с этого года, кстати, каждую учебную неделю в школах будем начинать с поднятия флага и исполнения гимна. Эту инициативу поддержал президент Российской Федерации. Такая новая традиция, новое начинание, важный элемент патриотического воспитания. А здесь мы дню флага разместили на официальном баннере флаг другой страны. Предприятие это муниципальный лесопарк. Елена Борисовна, как это произойти вообще у нас могло? Павел Викторович, данный вопиющий случай стал предметом тщательного рассмотрения. Хоть и были принесены извинения, но за всем за этим стоит безалаберность и бесконтрольность. Должностное лицо, которое должно было осуществлять контроль за подготовкой мероприятия и за выпуском печатной продукции, наказано. Объявлен выговор. Возможно, система дисциплинарных взысканий пришлась бы к месту и еще в одном вопросе. 51 школа в области пока не удосужилась установить дорожные знаки. Новый учебный год уже буквально через пару дней, а с безопасностью в префектурах пока не очень. Префектуры ссылаются на нехватку денег. Но я думаю, для школы это можно найти денег и установить знаки там. Как вы считаете? Я считаю, что обязательно нужно найти, потому что это наши дети и у каждого из нас дороже больше ничего нет. Префекты у нас слышат. Я попросил бы до 31 числа все-таки эту работу завершить. Хорошо. Тогда, Жанна Александровна, тоже я попрошу на контроль муниципальными районами отработать. Елена Борисовна, тоже просьба по Рязани посмотреть, где у нас этот вопрос еще не решен. Обновление транспорта в городе уже стартовало. В Рязань прибыли 4 новеньких троллейбуса. Их уже вовсю постят в соцсетях. В сентябре будет очередная партия. Это из плюсов. Минус все тот же. Ремонт северной окружной. Во-первых, веб-камеры сейчас фиксируют по сути пустоту. А во-вторых, ни журналистам, ни общественности. Никто ничего по-прежнему не объясняет. Разнос министра транспорта Вадима Решетника получился эпичным. Сколько вы провели там пресс-конференции? Я вам давал такое поручение. Павел Павлович, он на прошлой неделе находился в лесу в Диулино. Не смог провести на этой неделе обязательно проведу. Сколько вы провели пресс-конференции? Одну. Сколько на ней участвовало СМИ? Два. Вы не выполнили мое поручение. Я прошу это отметить. И соответствующая дисциплинарная ответственность. Во-первых, веб-камера, которая показывает, что мы ничего не делаем на северке. Во-вторых, никакой работы со СМИ. Вот и вся работа ваша. Дисциплинарная ответственность – это еще один выговор, которым, вполне вероятно, дело может и не ограничиться. Впрочем, масштабные разборы полетов, видимо, еще впереди. 1 сентября, в День знаний, в Рязань прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. В гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени Маргелова генерал армии дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях. К занятиям приступают свыше 2,5 тысяч слушателей и более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек. Рязанское, гвардейское, высшее, воздушно-десантное командное училище. По случаю, начало нового черного года построено. Начальник училища, гвардии полковицы Кургова. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Профессия сегодня растет, растет и число тех, кто готов связать с армией свою судьбу. 1 сентября в России отмечается День знаний. Сегодня в образовательных организациях Министерства обороны к занятиям приступают свыше 2,5 тысяч слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек. Почти 7 тысяч иностранных военнослужащих из 69 государств. Около 16 тысяч воспитанников доузовских учебных заведений. Более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах. Сергей Шойгу дает команду поднять флаг под звуки гимна России. Для гражданских эта норма пока в новинку, для военных она не такая уж и новая. Триколор – верный спутник наших военных везде, в том числе и во время спецоперации на Украине. Основные усилия в военных учебных заведениях теперь сосредоточены на практической составляющей с использованием опыта, приобретенного в ходе выполнения специальных задач. Об этом говорил Сергей Шойгу на селекторе с военными вузами. Особое внимание нужно обратить на получение выпускниками навыков управления подразделениями и практику межведового взаимодействия. Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противникам перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Задача для всех военных вузов без исключения – внедрение новых современных стандартов обучения. То есть качественно внедрять в учебный процесс передовые технологии разработки, заявил Сергей Шойгу. Мы должны быстро адаптироваться к новым реалиям и обеспечить безопасность государства. В тот же четверг, первый осенний день, со станции «Рязань-1» в Москву отправился в первый рейс пригородный поезд имени Героя Российской Федерации гвардии полковника Сергея Владимировича Сухарева. Новенький электропоезд с золотой звездой на локомотиве сияет в солнечных лучах. Теперь этот состав носит гордое имя Героя России. Полковник Сергей Сухарев пал смертью храбрых в боях за Донбасс. Сегодня память о нем увековечили в железе. Сергей Владимирович Сухарев – это рязанец, которым мы гордимся. Он исполнил полностью свой долг, поднял людей, сам возглавил атаку и погиб в бою. Офицер, десантник, человек чести, настоящий герой России. Рязань вообще – это родина решительных людей, которые по-настоящему любят свою страну. Мы обязаны сохранить память о бойцах, о героях. Для рязани это вообще традиция. У нас аллея героев, мемориальные доски, скульптурные композиции открываются. Люди пишут стихи, песни. А вот сегодня поезду присваивается имя Сергея Сухарева. Это станет вот таким еще одним символом нашей памяти. Этот состав мы отобрали специально, заявил директор по перевозкам центральной пригородной пассажирской компании Олег Ульянов. И действительно, вагоны выглядят аккуратными и ухоженными, как снаружи, так и изнутри. Памятный сертификат на электропоезд получила вдова и родственники героя. Теперь у семьи Сергея Сухарева на маршруте Рязань-Москва будет премиум обслуживание. Сегодня он пойдет в свой первый рейс. Это действительно великая память. К сожалению, сегодня не так часто, не так активно производится такая идеологическая работа в поддержку героизма наших людей. Так вот, пусть этот поезд и напоминает особенно подрастающему молодому поколению о том, что в Рязани был такой герой, что именем его назван в поезд. В вагонах есть тематический материал по поводу Сергея Сухарева. Кто это такой, что он сделал и откуда он сам родом. Мы думаем, что такая традиция будет продолжаться и дальше. Это объявление теперь будет звучать на всех вокзалах. Поезд с золотой звездой героя уходит в свой первый рейс. А вот еще один тепловоз со станции Рязань-1 уже никогда никуда не пойдет. У входа в центральный вокзал установили памятник первому электровозу на токе. Свой путь этот локомотив серии NO-001 начал в далеком 1955-м на маршруте Ожерелье Павелец. В 80-х он завершил свою карьеру и теперь будет красоваться у вокзальной площади. У меня вот один вопрос. Как его сюда поставили? Мы предоставим видео, как это все происходило. Есть технологии. Да, есть задача. Задача есть, да. Секрет оказался прост. Для того, чтобы установить электровоз на площадку рядом со зданием вокзала, железнодорожники проложили 120 метров пути и состыковали их с веткой Рязань-1, Рязань-2. Установка памятника – только первый этап комплексного благоустройства площадки. Как облагородим, сразу пригласим, заявили железнодорожники. Имя рязанского дзюдоиста Михаила Пуляева вызывает гордость у всех любителей спорта. Он неоднократный призер чемпионатов Европы и мира. Но в этот раз бороться ему пришлось с самим собой. Бойцы СОБРа устроили дзюдоисту настоящий челлендж. Михаил Пуляев должен был пройти все этапы отборов спецназ. Подразделение СОБР, управление Росгвардии Паризанской области, отряд особого реагирования создан для задержания и ликвидации опасных преступных группировок, действующих на территории страны. Стать СОБРовцем может далеко не каждый. Требования к кандидатам крайне высоки. Физическая подготовка на высочайшем уровне, волевые качества, мужество, способность быстро принимать решения, блестящее владение оружием. Легендарный дзюдоист Михаил Пуляев из Рязани попробовал себя в роли СОБРовца. Весь день он провел на учебно-тренировочной базе с инструкторами СОБР. Спортсмену предложили преодолеть полосу препятствий, штурмовать здание в группе, задержать преступника на остановке. В общем, пройти полный курс. Переходим на упражнение автомат. Для этого мы экипируемся в бронежилет, шлем, очки, наушники. Вперед! Михаил Пуляев – заслуженный мастер спорта России, победитель командного чемпионата мира, призер командного чемпионата мира, призер чемпионата Европы, чемпионатов мира, европейских игр, участник Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сейчас Михаил ведет тренерскую деятельность в комете. Как спортсмен, он больше на татами выходить не планирует, но вот попробовать себя в качестве бойца СОБР решился. Говорит, было непросто. Немного продышался, тяжелая полоса. Я думаю, справились. СОБР – одно из самых высокопрофессиональных спецподразделений в стране, поэтому попасть в его ряды нелегко. Кандидаты проходят строгий отбор, состоящий из нескольких этапов. А вот выдержал ли испытание Михаил Пуляев, смотрите в очередной серии проекта «Проверка на прочность». Премьера в сентябре. Следите за анонсами. В Рязани уже в одиннадцатый раз сошлись самые могучие богатыри. На турниры «Артания» по смешанным единоборствам помериться силами приехали бойцы из самых разных древних городов – Тулы, Владимира и Санкт-Петербурга. Клуб смешанных единоборств «Арта» из Рязани известен далеко за пределами региона, как кузни сильнейших спортсменов, а также клуб единомышленников, воспитывающих истинных патриотов и настоящих мужчин. Вот уже не один год организация проводит в регионе собственные турниры. В этот раз битву силачей приурочили к форуму древних городов. Наш турнир одиннадцатый по счету, и однозначно он прогрессирует, это радует. Но это должно быть. Будем надеяться дальше продолжить в том же ключе. Надо отметить, что к нам подсоединяется все больше друзей, люди, которые поддерживают спорт, люди, которые хотят видеть в своем крае ребят, которые показывают результат. И самое главное – оказывают пример молодежи. И эта молодежь приходит в спортзалы, уходит от дурных привычек. В общем, вот так. Наша задача в этом. Среди интереснейших боев вечера – схватка рязанца Алексея Будрина с Евграфом Березовским из Владимира, где оба соперника показали красивую технику, динамику и упорство. Особой любовью публики неизменно пользуется Виталий Косицын, профессиональный боец UFC, харизматичный и перспективный спортсмен. План был такой – выйти, переехать, выиграть. Опыта у меня больше. Во всех аспектах я лучше. Регалий и все прочее у меня на высшем уровне. И сам я на высшем уровне, и уже дерусь. На таких турнирах я должен просто переезжать. Ну, выиграл единогласным решением судей, как бы, все забрал, все мое. Главный бой вечера – Илья Спиркин, Рязань, Василий Зубков, Санкт-Петербург. Гость – профессиональный боец 39 лет. С более чем 30 профессиональными боями за плечами. Несмотря на стартовый натиск рязанского спортсмена, опыт все же взял свое. Супер просто, как бы, я был приятно удивлен, как бы, ну, класс, и мне даже не передать. Одна из лучших организаций. Ну, как бы, дай бог, чтобы проводились они почаще, на воздухе. Я, как бы, больше перечитаю ударку, но борьба у меня больше получается. Заметьте, я в партер никогда не иду. Я же не лезу в партер, они лезут в партер. В очередной раз турнир собрал огромное количество зрителей, от мала до велика. Азарт борьбы болельщикам передался сполна. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». В Рязанском Кремле в седьмой раз прошел фестиваль мастеров колокольного звона. Приурочили проведение мероприятия к празднику Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа – непростая дата для православного мира Успения Пресвятой Богородицы. А для рязанцев еще и 320-летие освящению Успенского собора, а также 30-летие совершения в нем первой божественной литургии после перерыва на долгие десятилетия XX века колокольным звоном в сердце города. Встретили эту череду праздничных событий. В Рязанском Кремле прошел в седьмой раз фестиваль «Рязанские перезвоны». Мы все собрались сегодня здесь, на площади перед Успенским собором, чтобы под колокольный звон и под духовную музыку славить Бога. Сегодня к нам приехали порядка 25 звонарей из Рязанской, Московской, Тверской и Пентинской областей. Егор – самый юный из участников фестиваля. Он участвует в мероприятии уже второй раз. Этот мальчик, сложно поверить, штатный звонарь храма Серафима Саровского на Покровском кладбище в Москве. И это исключительно его инициатива. Я уже два года звонила. Я сам услышу колокольный звон, тоже хотела я этим заниматься. Мама долго думала. Потом я за кусты дергала в саду, за провода дергала. Потом же мама меня отвела в колокольный звон. Колокольный звон – не только духовное явление, неотъемлемая часть православного богослужения, но и часть национального культурного наследия. К колокольному звону как к богатейшему музыкальному материалу обращались многие русские композиторы. Сегодня колокольный звон становится украшением различных событий. Рязанский фестиваль выделяется особо и имеет многолетнюю историю. Мы с вами сейчас находимся в одном из самых красивых мест страны. Вот просто оглядитесь вокруг. Наверное, это самое подходящее место для проведения фестиваля колокольного перезвона. Испокон веков колокольный звон сопровождал людей на всех значимых событиях. Он даже народы объединял и всех настраивал на созидательный лад. И сегодня у нас с вами будет много возможностей насладиться звучанием гармонии колоколов, еще известной же и оцелительной силе колокольного звона. Вот сегодня ее здесь будет сполна. Для всех участников фестиваля приготовили дипломы и глиняные колокольчики авторской работой члена Союза художников России Анатолия Червякова. Такой подарок сам по себе является уникальным творческим произведением. Этот колокол нам сделал известный скульптор из Коломны Анатолий Червяков, наш друг. Это ручная работа. Больше 40 штук сделать одинаковые, это уже получается шерпотреб. А это каждый вручную он делал. Поэтому я очень рада, что все получилось. На площади в Кремле развернулась ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного творчества. Здесь же установили звонницу, где можно было самому освоить азы звонарского мастерства. Многие рязанцы не первый год с удовольствием приходят на фестиваль, а некоторые, в том числе и гости города, впервые погрузились в мир удивительных, традиционных и самобытных авторских колокольных звонов. 31 августа традиционно считается Днем Лошади. А если точнее, святых Фрола и Лавра, покровителей порнокопытных. На Руси у коней этот день был выходным. А под Рязанью в конном центре чествовали ветеранов своего дела – лошадей-старожилов. Балалайка и Зефир – любимцы в детском центре. Спокойные и добрые. Они уже почти достигли 30-летия, что большая редкость в лошадиной жизни. Здесь, в солнышке, оба этих коня появились не так давно, после того, как их списали на пенсию. Балалайка по паспорту, Лялечка, как зовут ее в центре, родилась здесь же, в Аликаново, но всю жизнь проработала в спортивном клубе в Обнинске. Участвовала в соревнованиях по конкуру, но с течением времени возрастные изменения дали о себе знать. И лошадку, уже в ранге ветерана, отправили обратно в Аликаново. Нам ее подарили, подарили ее в возрасте 24 года под ипотерапию. То есть мы катали на ней деток, все тоже было неплохо, но, к сожалению, тоже возрастные признаки дают о себе знать. И у Ляли тоже возникли проблемы с зубами. У нее воспалился синусит. Операция по удалению зуба у лошади крайне сложная в клинических условиях под наркозом. И прямо сейчас ветеринары решают, принесет ли Ляля подобное вмешательство. Надеемся на то, что Лялечка наша все-таки поправится, потому что, несмотря на вот эти все проблемы с пищеварением, с чем-то еще, эти лошади, они очень хотят жить. Они очень жизнерадостны. То есть вот они гуляют, они бегают, резвятся. Сейчас вот немножко пасмурно, поэтому они тоже немножко сонные. А на самом деле они обладают еще очень большим жизненным опытом, мудростью. То есть они где-то хитрят, они очень чувствуют человека. То есть они уже как вот такие прям полноценные личности сформированные. Вот этот опыт, он очень чувствуется. Красавец Зефир с удивительным окрасом попал в центр в истощенном состоянии. Для него проблемы с зубами обернулись серьезными последствиями для пищеварения. На предыдущем месте работы этого спортсмена лечить не собирались. Его участь была решена прямиком на скотобойню. По счастливой случайности о Зефире узнала Екатерина и забрала в центр. Коня спасли, выхаживали несколько месяцев. И теперь он уже год на специальной диете. Овес и сено есть не может совсем. Он всю жизнь выступал в выездке, бегал средний приз. Это считается очень престижное соревнование. И под конец своей жизни, когда он уже вышел на пенсию, он очень сильно заболел. У нас он живет уже целый год. Всегда находится только на кашах. Траву и сено, как я сказала, он не кушает совсем. В его содержании нам помогают кураторы, которые пожалели этого коня. И вместе с нами пытаются продлить ему его чудесную жизнь. Работать он полноценно, конечно же, уже не может. Он на пенсии, но зато он является звездой фотосессии. Сфотографироваться с красавцем может любой желающий, как и позаниматься в центре. Здесь проводятся и занятия по верховой езде, и праздники, и ипотерапия. Но сегодня у них выходной. И в честь праздника, по древней русской традиции, этих старейшин, Любимых и почитаемых зефира и балалайку сегодня угощают тортиком из каши, моркови и яблок. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова